это youtube канала жирный голубь кто не подписан тот подпишитесь и сегодня дегустация чая бодрый день чай черный с ароматом лесных ягод произведен короче в городе краснодаре вот так вот и анонс новые рубрики анонс новой рубрики у нас сегодня ни за что не поверите эта рубрика релаксация вот рубрика в которой собственно не будет комментариев у нас нечто подобное было уже называлась минута лета но это было снято на плохой телефон вот а сейчас будет короче рубрика который все будет в hdr в hdr без стабилизации будет какое-то интересное и в основном спокойное место или что-то происходить или ничего не происходить будет без комментариев короче несколько минут две-три минуты без комментариев вот и рубрика релаксация собственно без комментария без всего вот просто что-то где-то происходит что-то где-то уточка плавает вот рубрика релаксация будет выходить не так часто только по важным или красивым местам если их найду вот особенно на природе, да? Ну, кстати, не гарантирую, что будет. Природа одна? Нет. Там будут всякие прочие вещи разные. Не знаю, может электричка будет проезжать, еще что-то происходить. Но в основном в этой рубрике релаксация она почему так называется? Все будет спокойно и без всяких разговоров, собственно, да? Вот. Котч чай вот я ароматизированный не особо люблю, если честно. Вот вообще. Вот. Но за 20 рублей можно купить. За 20 рублей. Так. TD Holding, Краснодарский край, Краснодар. Вот. Так. Не, смотрите. Это юридический адрес. Я думаю, произведем в Краснодаре. Нифига. Краснодарский чай 60 рублей стоит. А вот этот город Тверь проезд стеклопластик, дом 3. Так что не очень хорошо. Это все произведено для магнита. Производится с 2017 года. Ароматизатор, лесные ягоды и чай черный, байховый, мелкий, собственно. Вот и все. Все, что можно по нему сказать. Упаковка за 20 рублей. Ну, 20 небольшим рублей нормальные. 20 пакетиков. Пакетики, обратите внимание, за 20 рублей, что редко бывает, с ярлычками. С ярлычками даже не пожадничали. Вот. Короче, так. Рубрика «Релаксация». Ей, несомненно, быть. Вот. Я давно хотел ее вернуть, но не было повода, да. Потому, что зимой, минуты зимы – это неинтересно. Вот. Надо какой-то порядок в них навести. Сейчас канал работает по рубрикам, то есть, любая хрень, она должна соответствовать рубрике, да, иначе она не проходит, в общем-то, да. Вот. Вот. Будет подписано, что это релаксация, чтобы кому не нравится это все смотреть на какую-то бурду 3 минуты, тот может не заходить на эту релаксацию, и у него все будет хорошо, да. И он без этой релаксации прекрасно проживет. Вот для этого это делается. Все эти видеозаписи в рубрике складываются, да, в эти плейлисты, вернее. Вот. Вот какая же рубрика плейлист-то, да. Вот. Я раньше ленился это делать, думал, а нафиг это надо, да. А это просмотры, да еще какие, да. К тому же, так я более понимаю, что я делаю, для чего-то. Вот. Второй анонс. Рубрика «Обжор» уходит в прошлое, да. Она себя не оправдала без монтажа. Все-таки монтаж, все-таки лучше с монтажом, чуть-чуть, да. Вот. И, соответственно, дегустация как категория лучше с моря, чем обжора. Вот. Поэтому я буду продолжать именно в рубрике «Дегустация», да. Даже если будет обжор, он будет в рубрике «Дегустация», в общем-то, да. Вот, в плейлисте, да. А плейлист обжора я оставляю. Пусть там будет четыре видео, да. Я его, в общем-то, трогать не буду, да. Он для каких-то особых случаев, да. Возможно, для каких-нибудь неудачных роликов, которым дегустацию не хочется засовывать. Вот для неудачных роликов я его, я оставлю, собственно, эту категорию обжор, да. Плейлист. Вот. У меня на канале все, потому что в плейлистах, да. Вот. Чтобы не стать другим блогером, да, мне достаточно плейлист, который я показываю подписчикам, переключить. Вот и все. То есть, мне не нужно делать, как Гарик сумасшедший ребрейдинг. Вот видите, какой рычок. Вот. Мне не нужно делать, как сумасшедший всякий Гарик ребрейдинг, постоянно все удалять. Нет. Я могу плейлист, который у меня закреплен, я могу его переключать. Вот. И в результате этого канал будет меняться сам по себе, да, поскольку будет... Подписчикам показывается будет другое, да, и тема канала, соответственно, изменилась, да. Вот так вот. Собственно, да. Происходить будет то же самое. Вот. Также я могу менять и... Вот эту, да, в начале, да, для не подписавшихся, короче, заставку, которая автоматически играет, да, что-то там орет. Вот. Вот и все. Вся смена канала без ребрендизации доступна, да. То есть, ребрендизация, она не нужна. Вот. Ты можешь поменять канал, даже кто угодно может поменять канал, только с помощью вот этих плейлистов, то есть, которые плейлисты у тебя подвязаны на видео, да, на подписчикам демонстрацию. Вот. По ноуте, а и по теме канала, да. Вот. А те, кто эти плейлисты сами не заморачиваются, я странно теперь смотрю, да. Потому что все должно быть категоризировано, что ты делаешь, да. Не канал-помойка, как у некоторых, да. А все должно быть четко по делу, категоризировано, да. Вот. Вот так вот. И это я правильно, наверное, считаю. Да я уж чепи заварил тут. Так, куда-нибудь откину, у меня там гусорное ведро где-то за углом. В общем, вот. По каналу я все сказал. Собственно, да, вот. Вот это, вот это и вот это, да. Про рубрики сказал, про все прочее, да. Все будет, всем все платится, собственно, да. Вот. Давайте понюхаем чаек, а на дегустацию я его буду студить, опять-таки, да. Вот еще нужен монтаж, чтобы его студить, собственно. Ну, лесными ягодами пахнет, но очень слабо. Да, очень слабо пахнет лесными ягодами, не обманули. Так что давайте, давайте делать склейку. Сейчас 7 минут, сейчас мы его будем студить на окне, ветер-то зачетный идет, вот через все комнаты, вот. Так что давайте его студить, вот такую склейку сделаем, и перейдем сразу, короче, к дегустации, чтобы не тянуть коту. Вот. Потому что про канал, я все сказал, про анонсы все сказал, что обжоры уходят, и что релаксация рубрика приходит к нам, вот. Кому не нравится, просто не жмите на ролики, где написано релаксация слова. Вот и все. Все будет там подписано. Так что, господа, давайте, склеечка. Прошло что-то около 10 минут, и наша дегустация, собственно, продолжается, вот. Вернее, подходит к концу, да. Что, запах все тот же, да, вот. То есть, слабый запах лесных ягод, даже точнее скажу, под лесными ягодами тут подразумевается это вот это вот, как она, ежевика, вот. То есть, слабый запах ежевики, вот именно, и больше ничего. Ежевики и каких-то листьев, вот. в основном кажется мне, что ежевики, А что, на вкус. Топовый вкус. С сахаром вообще классно. Вообще классно вообще. Это чай, за свою цену, за все такое прочее, получает пятерку. Пусть и без плюса, пусть и не волшебный, сказочный, но, и постоянного пить не будешь, но, вот, с таким завариванием, с долгим, короче, тянет на пятерку. Вот. Топовый чай, как раз с сахаром, и с сахаром, но положить вообще классно, да. Вот, никакие конфеты не нужны, все встроено в чай, блин, во, великолепный. Топовый, видишь, как, не хочется даже отрываться от него. От этого чая, настолько он великолепный, просто, сказочный, и крутой, распальцованный. На том, господа, все. Пятерка. Чай великолепный, всем рекомендую. Магнитовский бодрый день, чай черный, с аромат лесных ягод, такой вот, да. Что-то 20 рублей, по рублю за пакетик, очень дешевая цена, сейчас таких цен практически нет. Вот. А какие-то другие брать, по 11 еще дешевле, без релочков, да, которые не завариваются, ну их нафиг. Вот, из дешевых чаек пока, вот этот, побеждает. Хотя, в общем-то, у нас на очереди атаковский чай. Вот. Ахмат, атаковский чай, короче, каждый день. Вот. Такие вот еще анонсики, и до того, господа, тушите свет. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,